История о том, что может скрываться в сточных водах, существует испокон веков. Но реальные факты и находки всегда оказываются безумнее любой фантазии. Эти предметы нашли в канализации при самых разных обстоятельствах. Некоторые из них настолько необъяснимы, что мы оставим думыслы о том, как они оказались в трубах глубоко под землей вам. Автомобиль Неожиданную находку сделали коммунальные службы Нового Орлеана, США. Пытаясь выяснить, по какой причине дренажная система начала хуже справляться с отведением воды. Повод для беспокойства коммунальщиков появился после очередных сильных дождей, которые прошли в городе. В одном из районов города вода плохо уходила в дренажную систему, вызвав тем самым потопы на улицах. После этого городские службы решили разобраться в причинах. Для того, чтобы изучить туннели, по которым во время дождя отводится вода, специалисты запустили под землю специальный аппарат с видеокамерой. Каково же было удивление специалистов, когда на кадрах из туннеля, помимо обычного мусора, они смогли рассмотреть как минимум один целый автомобиль. При этом не исключено, что число машин, которые забили один из основных водопропускных каналов, может оказаться большим. Представитель городских служб пояснил, что пока неизвестно, сколько времени машины находились в этом канале и как они туда попали. По предварительной версии, автомобиль могло смыть под землю потоком воды через открытые части дренажной системы. Находка в канализации Помпеи Уборные, канализационные трубы, выгребные ямы и мусорные свалки в Помпеях предоставили археологам информацию о том, что ели жители этих городов накануне гибели. Многое из того, что жители не смогли переварить или оставляли в своих тарелках, отправлялось в канализацию и со временем попадало в выгребные ямы или выбрасывалось на местные свалки. Большинство продуктов, которые употребляли в пищу жители Помпеи, были местными. Так, некоторых моллюсков, раковины которых нашли в канализации, римляне явно собрали на пляже рядом с древним городом. Исключениями, по всей видимости, было зерно, которое импортировали из Египта, финики из Ближнего Востока и Северной Африки, а также индийские приправы из перца. В мусорных отложениях первого века до нашей эры и начала первого века нашей эры в Помпеях было обнаружено множество костей свиньи. Это указывает на популярность блюд из этого животного. По-видимому, большой популярностью у римлян пользовались и моллюски Теллини. Как отмечают исследователи, свинина и Теллини и сегодня ценятся итальянцами. Золотая рыбка После ужасного наводнения на Лазурном берегу жительница городка Вильнёв-Лубе, где трагедия достигла пиковых показателей, нашла золотую рыбку в своем туалете. Дом Калет был затоплен водой, а в районе Феррайон в Вильнёв-Лубе был настоящий потоп. Когда семья была занята уборкой того, что могло быть еще спасено, ошеломленный сын Калет позвал ее и показал золотую рыбку живую. Долго не раздумывая, женщина поймала рыбку и поместила ее в кастрюлю с пресной водой. «Я люблю рыбок, у меня был аквариум в гостиной, но он перевернулся во время наводнения. И мои экзотические рыбы умерли», — признается женщина. Удивленная семья даже провела опрос среди своих соседей, но тайна остается неразгаданной. «Мы не знаем, что это за рыбка и как она туда попала», — смеется Калет. Через три дня рыбка все еще была жива и плавала в кастрюле. Но после 24 часов наблюдения у Калет было мало надежды, что их гости выживет. Она покрылась белой пленкой по всему телу. В общем, я сразу поняла, что это не очень хороший знак. Так и произошло. Рыбка умерла. Золото. В Брюсселе двое муниципальных служащих совершали плановое обслуживание канализации, когда заметили непонятный блеск под одной из решеток колодца. Вскрыв ее, они обнаружили пластиковый пакет с двумя слитками золота, каждый из которых весит по килограмму. Общая стоимость находки составляла 98 тысяч евро, что равняется примерно 120 тысячам долларов — 8,9 миллионов рублей. Честные труженики не стали присваивать ценную находку, вызвав вместо этого полицию. Теперь перед правоохранителями стоит задача выяснить, не связаны ли эти слитки с каким-либо преступлением. Любопытно также, что согласно бельгийскому законодательству, если в течение полугода законный владелец золота не даст о себе знать, то рабочие получат процент от стоимости найденного. Остается только пожелать им терпения и удачи. Черви. Шевелящийся канализационный монстр, состоящий из клубка червей-трубочников, был обнаружен жителем Хьюстона США за пределами своей квартиры после обильного дождя. Он снял на камеру это чудовище и честно признался, что испытал глубокое отвращение. Даже подумывал, как это убить. США — это не первый случай обнаружения канализационных монстров, которые на самом деле представляют собой скопление червей Тьюбифекс. Первый был найден в Северной Кролине в 2009 году. В отсутствии почвы они обматывают друг друга. «Ужасы, которые вы видите, являются результатом того, что один червяк сокращается, а затем стимулирует всех остальных делать то же самое почти одновременно. Поэтому это выглядит как одна большая сокращающаяся мышца», сказал зоолог Тимоти Вуд из университета Райт. Эти черви обычно живут в водных средах обитания, включая канализационные системы и воду, содержащую большое количество ила и разлагающихся органических веществ. Когда уровень кислорода падает, они могут выходить на поверхность. Фатберг Фатберг – это плотные комья застывшей массы, состоящие из жира, тряпок, одноразовых салфеток, туалетной бумаги и прочих бытовых предметов, которые люди продолжают смывать в канализацию каждый день, несмотря на многочисленные запреты. Подобные образования являются причиной большинства поломок и засоров любой старой, а часто и новой канализационной городской системы. Огромные пробки из человеческих отходов полностью закупоривают трубы, которые в конечном итоге рвутся и расплескивают зловонные воды на улице города. В 2013 году сотрудники английской очистительной службы обнаружили в Кингстоне огромный фатберг – 12 с лишним тонн жира и слизи, покрывающие гниющие органы синтетической месива. Но даже эта находка меркнет в сравнении с тем, что было найдено позже в Уайт-Чепеле, в канализации выросла настоящая колонна из смрадных отходов, вес которой составил порядка 130 тонн. Она блокировала участок викторианской канализации длиной в 250 метров, то есть территорию в два раза длиннее футбольного поля. Это был самый большой в истории фатберг на убор, это был самый большой в истории фатберг на уборку которого брошены все силы городских коммунальных служб. Ребенок В Южноафриканской республике новорожденного ребенка нашли в ливневой канализации. Он пролежал там несколько часов и остался жив. Случай произошел в городе Дурбан 11 февраля. Местный житель Айрон Лавдейл, проходя мимо канализации, услышал детский плач. Сначала он принял его за мяуканье котенка, но когда ототвинул люк канализации, то обнаружил там новорожденную девочку. Мужчина вызвал спасателей. Операция по спасению ребенка продлилась три часа. Сначала спасатели выкопали двухметровую траншею землеройной машиной, потом сломали все канализационные трубы, чтобы достать малышку из ямы, рассказал работник экстренных служб. В ходе спасения девочку благополучно достали из канализации и передали медикам. Врачи осмотрели ребенка и отправили в больницу для предоставления медицинской помощи. На данный момент кто родителей ребенка и как малыш попал в канализацию, установить не удалось. Ведутся поиски родственников девочки. Крокодил В Агайо, США, церковная группа, в которой было более 10 детей, играла в ручье около 19-30 часов, когда один из прихожан, переходя мост, увидел в воде вниз по течению темный силуэт. Силуэт приближался к группе плещущихся детей, и мужчина закричал всем, чтобы они скорее выходили из воды, потому что понял, в воде смертельно опасный хищник. На место происшествия прибыл офицер Департамента дикой природы Брэд Тернер. По его словам, крокодила пришлось убить из-за соображений общественной безопасности. Тело крокодила размером около двух метров было отправлено в Колумбус, где Министерство сельского хозяйства штата Агайо будет расследовать этот инцидент. Пока не ясно, как крокодил попал в Бантес Форк, проверяют был Леон Чипирован как домашнее животное. По словам офицера Тернера, найти крокодила в Агайо – большая редкость. Это был первый крокодилей вызов в его 12-летней карьере. Офицер посоветовал, если вы видите аллигатора или крокодила в дикой природе, позвоните в местные правоохранительные органы или сотрудникам Департамента дикой природы. Щенки. 16 марта 2008 года в пожарную часть, которой руководил Брайан Воган, поступил звонок. Человек на том конце провода сообщил, что нашел в ливневой канализации 8 щенков, и чтобы их достать, требуется помощь. По мнению звонившего, это были черные малыши лабрадора, которых в водостоке оставили бывшие владельцы. Пожарная бригада срочно выехала на место происшествия, и уже через 20 минут все щенки были спасены. К счастью, никто из них не пострадал, смущало только одно – они были не совсем черные, а темно-темно-красные. Пожарные поняли, что это не собачьи детеныши. Щенят доставили в Организацию по спасению животных, расположенную в окрестностях горы Пайкс-Пик. Ветеринар, осмотревший малышей, вынес вердикт – это лисята. Тревис Саудер, руководитель Колорадского парка дикой природы, рассказал, что лисицы в их местности – обычные обитатели, а весной они как раз заводят потомство, и иногда выбирают не совсем подходящее убежище, например, канализацию. По итогу совещания специалистов было принято решение вернуть малышей обратно и подождать, не вернется ли их мать. И если нет, то уже тогда малыши будут отправлены в реабилитационный центр для диких животных. Пока! На этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать», смотрите другие наши видео.